Всем добрый день, меня зовут Денис, YouTube-канал «За перенеями». Сегодня я хотел такую тему затронуть, потому что, как мне показалось, не все люди про нее знают. Это будет такая общая информация, конечно, не детальная, но хотя бы просто сказать вам, может быть, для кого-то это будет полезно. Вот общим, такими простыми человеческим языком объяснить, как можно еще приехать в Испанию. То есть, например, мы знаем, что есть способы, допустим, легальные, то есть по виду на жительство, по учебной визе. Все эти способы, в принципе, они какие-то, там это золотая виза, очень дорого, недоступна практически для никого. Ну, критиво тоже достаточно дорого, более доступно, но административно очень сложно, ну, сложнее стало сейчас эти типы резиденции получать объективно, вот, потому что очень строгие требования на этапе консульства, как правило. Дальше, что по учебе, да, например, ну, это, в принципе, не вид на жительство, это такая студенческая, как бы, виза, да, и, в принципе, имеет свои плюсы, как бы, ну, и минусы в том, что, как бы, ее все равно достаточно трудно потом конвертировать в вид на жительство нормальный, да. Далее, что у нас еще есть, соответственно, цифровой кочевник, тоже хороший, в принципе, способ, вот, но, может быть, опять же, не для всех, хотя, наверное, тоже из таких вот легальных способов, это один из сейчас более таких вот используемых, и, наверное, конечно, его можно рекомендовать, если у вас есть такая возможность, если вы подходите под требования этой программы. Но, также, как известно, в Испанию можно приехать, ну, скажем так, приехать по Турвизе, да, и остаться. Что делали, ну, и, наверное, делают, продолжают делать, наверное, большинство людей из России, да, вот, ну, других стран тоже. Здесь, как бы, понятно, да, то есть, есть, там, человек приезжает, остается и ждет, там, три года минимум, да, потом либо нужно найти контракт, вот, либо показать, опять же, деньги, вот, и перейти, как бы, на укротиву из Испании. Вот, либо, как бы, по ИП, да, то есть, открыть аутонома, ну, не то, что открыть, а показать, что вы можете его открыть, обосновать бизнес-план, там, заключение специальной такой торговой палаты вашего города или региона, и таким образом. Естественно, все это сложно, на практике занимает, как бы, намного больше времени, чем, вот, в теории. Вот, и, соответственно, ну, кто-то использует, да, то есть, я думаю, что будет, по-моему, использовать этот способ, но, в общем, с этим все понятно. Ну, и третий такой блок, он, в принципе, промежуточный, так называемый беженство, да, в Испании. Здесь, что важно понимать, что реально процент одобрения беженства, если вас преследуют, допустим, там, в России, да, в любой другой стороне, реально процент, как бы, одобрения таких досье, таких заявлений, таких прошений, он, конечно, очень небольшой. То есть, там буквально, я сейчас не буду точно цифры говорить, порядка двух тысяч человек за год, по-моему, Испания из России дает такое бежище, плюс-минус. То есть, это, по сути, там, ну, один, может быть, там, меньше процента или чуть больше одного процента. Вот, соответственно, нужно понимать, что этот способ, он такой достаточно иллюзорный. То есть, если у вас есть, конечно, реальные, там, документальные, опять же, документальные подтверждения преследования дискриминации на родине, то тогда шанс какой-то есть. И то, он очень, все равно, вот, надо исходить всегда из реальности, он достаточно, ну, низок этот шанс, достаточно трудно получить в Испании официальное беженство. Но, значит, это, что не нужно подавать на беженство в Испании. Я просто хочу донести такую мысль и объяснить, может быть, тем, кто не понимает, как это тоже работает. И, смотрите, даже если у вас так получилось, что вы оказались в Испании, ну, опять же, скорее всего, вы оказались в статусе нелегала, или вы только приехали по турвизии и хотите остаться, у вас нет возможности, как бы, претендовать на вид на жительство или учебу по предыдущим каким-то способам, то я считаю, да, как бы, на мой субъективное такое мнение, что имеет смысл все равно подаваться на беженство тогда, в такой ситуации. Почему? Опять же, объясняю. Потому что, когда вы подаетесь на беженство в Испании, то понятно, что это тоже не быстро. Сначала нужно искать ситу очень долго в отделении полиции. В разных регионах разные, как бы, скажем так, ну, ведомства занимаются принятием этих заявлений. Где-то ситом можно ждать очень долго эту ситу. Сита – это визит, да, как бы, в ведомство по-испански, как собеседование, можно сказать. Но, тем не менее, то есть, когда вы подаете, по идее, таким промежуточным итогом должна быть выдача вам так называемой красной карточки. Что дает эта красная карточка? Красная карточка – это еще не статус беженца. Это такой промежуточный документ на момент рассмотрения вашего прошения. Но, что дает эта, как бы, красная карточка? Во-первых, она дает то, что вы находитесь, как бы, в Испании, ну, скажем так, в не совсем нелегальном статусе. То есть, вы, по сути, находитесь в легальном статусе, потому что вы ожидаете рассмотрения вашего досье. Второй очень важный момент, что эта красная карточка, Тархета Роха, она дает вам, ну, понятное дело, медицинскую, право на медицинскую помощь. Вот, ну, это, в принципе, все нелегалы имеют, да, можно получить. Но, тем не менее, дает право на медицинскую помощь. И третье самое важное, что оно дает право на работу, на работу. То есть, вы можете работать по этой красной карточке до момента, пока не рассмотрят ваше заявление. Ну, по сути, пока вам, скорее всего, не откажут в беженстве. Таким образом, что мы еще знаем при Испании? Что есть оседлость, так называемая оседлость трудовая, да, то есть, Araigo Laboral. Она дается тем, кто в течение двух лет прожил в Испании и проработал минимум шесть месяцев. И смог это доказать. То есть, официально проработал с отчислениями в социальный фонд Сигуридацию Асиаль. Соответственно, человек по этой красной карточке может начать работать абсолютно легально в Испании, делать отчисления, набрать этот стаж шесть месяцев, прожить как бы два года и претендовать уже на трудовую оседлость. То есть, вы как бы получаете небольшой такой, небольшой ключик, небольшую возможность, вам открывается рынок труда Испании на это время, пока рассматривается ваше прошение о беженстве. И вы параллельно начинаете себе собирать как бы базу, да, для возможности претендовать уже на оседлость. То есть, вы въезжаете, запрашиваете беженство, пока оно рассматривается, вам дается право на работу. Красная карточка, медицина, вы как бы живете в Испании, начинаете работать. Далее, вы параллельно, соответственно, это уже является как бы основанием, в том числе, при том, что вы шесть месяцев минимум отработали и не просто отработали по факту, а это было официально с отчислениями в социальный фонд. Это будет в дальнейшем, вы можете, например, вам отказали по беженству, вы можете претендовать сразу на оседлость. И так многие как бы люди делали и, как я понимаю, делают. Вот, поэтому это такой, ну, скажем так, не знаю, лайфхак, не лайфхак, но это вот просто такая общая, общий контур тоже одного из способа переезда в Испанию. В принципе, есть люди, которые воспользовались именно таким. Таким пользуются часто и вот иммигранты из стран Латинской Америки. Вот, то есть, в принципе, это такой, ну, можно сказать, работающий способ. Другое дело, что вы должны понимать, это Испания, и на каждом этапе, как на этапе, в принципе, получения этой ситы в отделении полиции на собеседование на статус беженца. У вас ожидает, конечно, вот, долго ждать ситу, ее нужно искать, понимать вообще, в принципе, в каком регионе это все делать, да, то есть, понятно, что вам нужно будет, опять же, прописаться предварительно лучше. Вот, то есть, на каждом этапе у вас ожидают вот эти испанские особенности достаточно долгого там рассмотрения, вот. Вот, и вы должны понимать, что, скорее всего, вам, если у вас нет веских действительно оснований, документально вы не можете подтвердить, что вас преследуют и вас дискриминируют, как бы, на вашей родине, то, скорее всего, будет отказ, вот. Но при этом вот такая возможность параллельно зацепиться еще через оседлость трудовую, она как бы есть, вот. Вот, поэтому, ну, не знаю, надеюсь, что кому-нибудь это может помочь, вот, и, вот, рассказал, что знаю. Пишите ваши комментарии, ваши соображения, вопросы, подписывайтесь на канал, вот, ставьте лайк. До новых видео. Всем пока.